Сегодня эксперимент. Будет ли Тесла заряжаться от батареек через инвертор? Сразу скажу, эксперимент достаточно бестолковый в плане практичности. Трудно себе представить ситуацию, когда у вас есть мощный источник 12-вольтового электричества, энергии при напряжении 12 вольт, от которой действительно можно было бы заряжать машину мощностью хотя бы сколько-то киловатт. Но руки чешутся, блок батареи есть. Сейчас проверим. Итак, имеем блок батарей. Три параллельно, четыре последовательно. Общее напряжение 13,3 вольта. Батареи достаточно старые. Они уверенно работают при напряжении ячейки около 3,5 вниз до 3, но практически не держат напряжение 4 вольта. Это не литий-полимер, как в Тесле или как используется какая-то другая химия. Но сейчас суть не об этом. Имеется инвертор чистой синусоиды на 2 киловатта постоянной мощности, который действительно держит, ну или почти держит именно 2 киловатта. И остаток измерителя напряжения тока и мощности. Сейчас он показывает 0 ватт, что логично. Сейчас напряжение 120.7 вольт. Ровно как и должно быть. Имею зарядное устройство, которое сделал Андрей, которому не важна земля. В целом оно достаточно непривередливо. Ну и заранее выставив ток заряда на 5 ампер, Машина говорит, что зарядка пошла. 120 вольт ограничено на 5 ампер. 0 киловатт. То есть 5 ампер при 120 вольтах это действительно сколько? Это меньше чем 1 киловатт. Напряжение чуть упало 119. 573 ватта. Напряжение на блоке батареи 12,8. Батареи держат неплохо. Что же, теперь. Сделаем 10 ампер. 11, 10. 10 ампер, 115 вольт. Напряжение чуть просело. Попробуем еще. Допустим, 1,5 киловатта это будет где-то 0,12 ампер, чтобы не перегрузить инвертор. 111 вольт. Видно, что напряжение проседает. Очевидно, что инвертору становится тяжело. Почти 12 ампер, 111 вольт, 1300 ватт. Амперы действительно совпадают с тем, что говорит Тесла. Достаточно маленький, но и точный прибор. Измерение тока. И Тесла, который говорит 19 ампер. Здорово. Приятно знать, что напряжение, которое останавливаешь в машине, действительно совпадает с тем, что берется из розетки. Был детский вертолет. Вот такой. Маленький, забавный, мало относящийся к жизни. Но все-таки удачный эксперимент. Что же, давайте проверим, сколько выдержит этот инвертор. Если кто-то собирается купить себе инвертор для каких-то целей, у меня он, например, для того, чтобы в моем доме на колесах микроволновку запускать редко. Но чтобы не включать при этом генератор ночью. Машина ругается. Говорит, что явно почувствовала падение напряжения. Увидела ошибку, что внешний extension cord use. То есть, либо это используется удлинитель, либо плохие где-то провода. То есть, Тесла обнаружила сильное падение напряжения. Но, тем не менее. Вот все. И тут она отключилась. Не удалось проверить, насколько же силен наш инвертор. Тесла зажгла красным порт. Сказала, что с такой внешней зарядкой мы работать не будем. Ну что же. Тогда включим еще раз. Хорошо. 10 ампер. И подключаю заново. Стоит, наверное, выключить и включить. Так. Лампочка загорелась. Ручка готова. И зарядка пошла. Эксперимент удался, но Тесла почуяла неладное. Почуяла, что напряжение уж слишком сильно падает. Видно, что она как минимум не сломалась всегда боязно в таких экспериментах, как бы ничего-нибудь не сломать. Вот такой забавный и интересный эксперимент. Заряжаю Теслу от блока батареи. В итоге это 12-ти вольтовый, как бы 12-ти вольтовый блок. Сейчас напряжение 12.37. На этом все. Дайте знать, как оно получилось.